Хочу поговорить о футболе, мне не интересен. Нет, 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 вы пригласили меня, вы пригласили меня, и я вам рассказываю свою точку зрения, и вы потом можете годами, веками и сколько угодно высказывать другую точку зрения, но, так сказать, между собой. На скрытом языке Евгений сообщает, вы меня пригласили, а не я вас, потому что я вас никогда бы к себе не пригласил. Вы хотите диктовать свои правила, потому что я у вас в гостях, но мне на это все равно. Я буду гнуть свою линию и говорить о своих идеалах. Я знаю, что вы будете мне мешать, но я пробью вашу оборону, потому что я сильнее вас, и пока я здесь, вы будете со мной считаться в любом случае. У этого одно лицо абсолютно. У товарища нет очков, во-первых. И цвет глаз другой. Я могу снять. У вас какой-то, по-моему, пролетарский комплекс. Вас во дворе били, что ли, вот по поводу очков. Вы седьмой раз про очки говорите. Я могу их снять. Вы знаете, что, вот когда вы так хамски изъясняетесь, это всегда моментальное поражение перед аудиторией. Я не припомню, чтобы кто-то так прямолинейно мог хамить Евгению на интервью. Я считаю, что Панасенков здесь даже растерялся, потому что это было слишком резко и неожиданно. Удивительно, но даже Евгений бывает иногда к чему-то не готов. Вы вначале поставили хороший вопрос. Несомненно. Хороший вопрос относительно того, на что тратить жизнь. Я не знаю, кто он и почему Евгений спустя приблизительно минуту после хамства со стороны ведущего делает комплимент этому самому ведущему, что он в начале передачи поставил хороший вопрос. Я не понимаю, что происходит. Это очень сильно не похоже на Евгения. Мне непонятно, почему он себя так ведет. На других интервью и с другими людьми его реакция была бы совершенно другая. Ксения, она работает. Когда я вижу вашу подлую улыбку, я вижу заранее просто, что вы сейчас переворачиваете. Это всем видно. А кому не видно, я открою глаза. Всем уже понятно. Уверяю вас, дорогой. Давайте поговорим. Вы же не на кавказском рынке. Давайте как-то... А что это? Ну так. Вы считаете, что я лучше по имени? Хорошо. Любезный можно? Ну, можно. Вы несколько любезный, у вас некая манерность есть. Вы заметили? Как и в вас. Я уверяю вас, дорогой. Очень трудно против этого работать. Потому что вроде к тебе с одной стороны относятся с почтением, а с другой стороны это завуалированный иерархический вызов. И провокация. Потому что ну какой Евгений ему дорогой? Они, наверное, видятся сейчас впервые в жизни. Агрессивная борьба за дружелюбными масками. Про оперу. Вам показалось то, что нулевые знания. Я второй раз. У вас такие же знания о футболе. Зачем вы рассказываете? Маленький нюанс. Вот это то, что сразу на полях отметка ошибка стилистической. Умоляю. То, что это... Кстати, вы блестяще подметили. Насмешка напрямую в открытую во весь голос в присутствии Евгения. А вы когда-то такое видели? Обычно Евгения боятся, опасаются, тщательно подбирают слова. А здесь такое вальяжное, хамское и открытое поведение. Готовность к конфликту в любую секунду. Это человек, который научил в том числе эту страну смотреть на футбол как на искусство. Вот смотрите. Как-то такими большими категориями научил страну. Почему-то вы стали как чиновник. Вот многие чиновники смеют говорить от лица народа, страны. Это человек, который научил страну смотреть на футбол как на искусство. Это была чистейшая провокация и вброс. Точно не могу сказать, но мне кажется, что у Евгения взыграла ревность. Но трактовать это можно как угодно. И спрятаться можно в словах и терминах от чего угодно. Как вашему гостю, вы же здесь хозяева, да? Мне должно быть интересно. Хозяева во множественном числе. Ну как вот... Мы двое. Вы двое, вы хозяева. Да, да. Вы же хозяева, да? Соответственно, и... Хотя у меня уже нет такой уверенности, что мы здесь хозяева. Ну да, да, да. У меня полное ощущение, что мы уже играем на чужом поле с какими-то абсолютными вот... С клакой, выражаясь языком оперы, да? Который свистит и улюлюкает в наш адрес. Нет, ну футболисты иногда же выступают на чужом поле. Чтобы Евгений называл кого-то хозяевами? Напишите в комментариях, если знаете, кто он. Может быть, это какой-то теневой авторитет, широко известный в узких кругах. Но это реально очень странное поведение и формулировки от Евгения. Друзья, это был экспериментальный обзор. Я понимаю, что, может быть, не всем понравится. Может быть, как-то грубовато. Может быть, вообще я что-то лишнее сказал. Может, не в тему. Но если вам интересен подобный формат, то переходите ко мне в Телеграм. Потому что там много необычного, много интересного, много нестандартного. Всех жду. И спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok